хэйо гэс у мишинки мы продолжаем радио тюру по названием assassin's creed хронологи свет у нас чайном китай китай имя виду вообще так вот это все это ребята очки для улучшения очки у нас получается прохождение на золото в эту проходим на золото сориан но мы проходим на золото люди горожане время правления династии мина 1368 1664 год считается золотым веком в истории китая в этот период важность торговли и экономического развития неукольное росло в то время как власть императора становилась все менее заметней торговля кипела даже в самых отдаленных уголках страны поэтому повсюду начали появляться рынке кроме того в стране было отменен обязательный труд и была выдана заработная плата в результате крестьяне не и рабочие стали полноправными членами общества у них появились деньги которые они могли тратить под подпитывая таким образом экономику страны подожди а что еще там было зажгите пять свящей в память о павших братьях празднование праздновать Субтитры сделал DimaTorzok 680 Только 60? Вейбин видел смерть многих моих братьев Так, база данных, люди Стражник с печалью Владея разрушительным огнестрельным оружием и может использовать его в ближнем бою Не упустите момент, чтобы противник поджигает фитиль А, так это не пляща, подожди, пляща Документы Мушкетка династии Мин Считается, что прототипом первой китайской дульнозарядного оружия послужило португальские кулейверы Первые образцы ручного огнестрельного оружия, вероятно всего, были созданы в Китае в 13 веке во время правления династии Мин Однако от них быстро оказались в пользу западного оружия Стер, я зажгу свечи на алтарях всего города в память о тех, кто этого сделать не смог Так, а теперь покажи мне, пожалуйста А, все увидел Так, это уж и плохо пошло, поехало А я думал, как раз, а пятно, значит, я мог бы сюда попасть, ну ладно Тути-фроти, тути-фроти Тути-фроти, тути-фроти, побежали, побежали Не туда Так, вниз мне по-любому, потому что там сундук Готово Готово Так, плюс свиток База данных анимуса Документы Свиток седьмой Ван Ямин Отправил в запертый город своим лучших ассасинов, чтобы избавиться от тигров до того, как они несут удары Однако ассасины не справились с заданием Многие из них убили на месте Другие подвергнулись казни Линча Тигры также перебили всех, кого подозревали в связи с ассасинами Получом стал человек по имени Ма Юн Чэн Известный среди тигров как мясник Старший дознаватель Вэй Бинь по прозвищу Змей Проявил большее рвение в иске невозможных предателей Многие невинные люди были убиты по его приказу Когда стало ясно, что они Один сторонник ассасинов Не избежит внимания змеев Ван Ямин отдал приказ Всем агентам и союзникам Брасов покинуть запертый город Среди них была и Юна Шао Дзюнь Так, стопэ, а что? Ну я пойду туда и что далее? Отвернись, а тебя убью Безболезненно Вот минус то, что я... Не могу нормально прятать тела Вот сука! Ладно, плевать Короче, мне легче так сделать Не легче так на самом деле сделать Давай, уходи что-то еще далеко Ну что-то за последние Выта не увидели Это, как бы, что-то меня-я-я-я-я-я-я-й-я-я-я-я-я-я-я-я-я-я-я Так, окей. Окей. Захватчик. Базода у нас анимус, люди. Захватчик. Так, захватчик элитный пехотинец, он хорошо вооружен и защищен надежной броней, если он схватит вас, вы не сможете блокировать удары, пока не освободитесь. Осторожнее, эти страшники искусно обращаются с сюрикенами, они летают быстро и наносят большой урон. Хорошо. Быстрое убийство, быстрое убийство. Блокировав атаку, нанеси контр-удар. Ну? Отлично, продолжай. Великолепно, Шал, ты схватываешь все на лету. Ну просто забей своего врага. Окей. Блестяще. На этом занятие окончено. Неплохо. Плюс улучшение халявное. Так, два за жена, да? В натуре? В натуре? Ветт-вот. Ждите, пока я, короче, вернусь. А-а-а, точно, мы же тогда здесь специально спалились. Допустим. Так я уже там лазил. Уже было показано, что я там был. О, боже мой. За что мне это? А-а-а, хотя бы здесь еще не было зажено. А-а-а. А-а-а. Забежим. Помни, не, у меня штраф не должны дать. Все. Есть. На туре. Так, окей, внизу есть. Так, как она меня видит, блядь, сука. Бесят. Ага. Что-то новенькое. Люди. Искатели. Искатели более внимательнее, чем простые охранники. Имея дело с искателями, соблюдайте повышенную осторожность, чтобы не привлечь их внимание. Так, бдительность. Мультяторе в ближнем бою. Ответный удар есть. Посрать. Ничего не упускаю. Просто главное не быть в радиусе этого человека. Можно было вообще по-тихому это пройти. Ну, зато золото получил. Соберите усиление феликс, чтобы заполнить. Феликс Рывок позволяет быстро перемещаться между укрытиями. Чего, блядь, какой Феликс Рывок? А, пускай меня убивает. Феликс Рывок, я вообще не понимаю, что за Феликс Рывок такой. И нахер он мне нужен. Феликс Рывок какой-то. Так, раз, два, раз, два, три, четыре, пять. Три свечи, один ящик, так. Три этих, один сундук и две свечи, правильно. Не знаю, для чего. Давайте проверим, ладно. Убивайте. 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 не успеем успеем только как она наполняется интересно так пока что мне 500 очков второе так 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 и и сразу и свиток и свеча на заданных нимуса документы свиток 8 после богатства ван ямин на продолжил возглавлять пекинское братство соседов надеюсь найти уязвимость в организации тигров и уничтожить их до того как они смогут захватить власть но учитывая шао дзюнь разбираться в философии ассасинов искусстве и называл ее сестричкой и умение приводило неизвестно оказалось неоцениваемым при сборе информации для ван ямина единственное что ему так и не удалось уговорить ее не убивать каждого тамплиера который попадется ей на глаза убивала шао дзюнь с только ей присущей изящность изячеством ван ямин называл ее технику танцем смерти вскоре она стала посвященной и получила право пользоваться скрытым клинком ночью хлоп-хлоп-хлоп хочу Продолжение следует... Осколок был напротив. Я думаю, я сейчас прыгну и полезу в другую сторону. Окей. Я клинок, что скрыт во тьме. Моя добыча вейбинь. Я подкрадусь к нему в тенях. Мой удар будет молниеносным. Никто не остановит меня. А потом я убью твоего хозяина. Змей. 1529 огонь. Нань-янь. Шао-Дюнь должен проникнуть в крепость Бейбиня. Возвывающаяся на берегу реки с каждым мгновением она приближается к своей цели. Вылечить запас шумовых, здоровье, убитие личного телохранителя вейбиня, вооруженных пищами. Сундуки, очки синхронизации, базы тальных, руководство и тогда хеликс убийства. Что тогда, сбегать по-быстрому все? Пройти эту локу? Не знаю. Давайте. Полетели. Или хотя... Не. Всем спасибо за просмотр. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал, комментируйте. Всем удачи и всем, ребят, пока. Пока.